Я всегда представляла, что я богатая. Я начинала бизнес без денег, абсолютно без вложений. То есть за полгода можно заработать на квартиру в Астане? Товарка мне очень сильно нравится. И у кого вы купили свою первую рекламу? Там было не 100 килограмм товара, а уже 500-800 килограмм товара. И мы с ним до утра разбирали. Как вы пережили этот момент? У нас причину написали контрафактные товары. Я впервые в своей жизни вижу 24-летнюю девушку, которая четко знает, чего она хочет, да, и которая зарабатывает миллионы деньги в месяц. Пять лет назад я себя вспоминаю, и для меня было потолком, чтобы я где-то в хорошем месте просто работала. Айферин, вы моя землячка, вы же анаркей. Да, очень приятно познакомиться. И вы еще жили в Жасказгане? Да, я прожила в Жасказгане, закончила там школу, потом поступила в Астану, в университет. Дальше поехала вновь в Жасказган, я там вышла замуж, и через год, благодаря бизнесу, переехала вновь в Астану. Сколько вам лет? Мне 24. Правда, что оборот вашей компании 40 миллионов тенге ежемесячно? Да, доход растет каждый месяц в этом месяце, за последний месяц, то есть за август, он составил 43 миллиона. Благодаря товарному бизнесу у меня есть магазин «Шаутлет», дальше я еще поставщик на «Байлбрисе», и плюс я веду блог, продаю инфопродукты, и совокупно все это составляет 43 миллиона. Слушайте, ну это удивительно, конечно. Как молодая девушка в 24 года может крутить бизнес и зарабатывать, ну то есть иметь в обороте 43 миллиона тенге? Ну, на самом деле, самое классное еще, наверное, это то, что я начинала бизнес без денег, абсолютно без вложений, и когда я сейчас говорю об этом в Инстаграме, у меня социальные сети очень хорошо развиваются, люди не верят. Вначале, получается, я заказывала себе, многим нравился мой стиль, у нас город маленький, люди как-то узнавали обо мне, а потом я решила открыть Инстаграм-магазин, мы с мужем уже начали активно развивать бизнес. Город маленький, сарафанное радио пошло, и после этого я увидела свой первый доход, тогда за один месяц я заработала 50 тысяч тенге, параллельно я работала в Каспий-банке, тоже зарабатывала небольшую сумму денег, и для меня 50 тысяч тенге казались очень большой суммой, я поняла, что схема работает, нужно масштабироваться. А на каком сайте вы заказывали одежду? Через китайские маркетплейсы 1688 и Taobao. Получается, я брала предоплату клиентов 50%, на эту сумму я выкупала одежду, потом, когда товар ко мне приходил на руки, я писала клиентам про остаток, они отправляли мне остаток, а остаток у меня чистая прибыль. Дальше я это не вкладывала на товар, поэтому у меня доход быстро вырос, я вкладывала это на маркетинг. На тот момент, это 2019 год, я вкладывала на блогеров, соответственно, я была одной из первых, которые прям активно развивали через блогеров, и у нас продажи очень хорошо пошли, плюс торговые центры закрылись. А Том подсказал эту идею, что чистую прибыль нужно не снова пускать бизнес в оборот, а что нужно тратить на маркетинг? Это все интуитивно получилось. Я бизнесу нигде не обучалась, меня никто не учил, как заказывать через сайты, как эта схема работает, я просто понимала, что люди на этом делают бизнес, я просто сама сидела на работе, у меня было свободное время, плюс я молодая, я ничем особо не занималась, я просто сама сидела, анализировала, раз уж люди этим занимаются, значит это выгодно. И у кого вы купили свою первую рекламу? Я безумно благодарна, даже через это интервью хочу передать, я заказывала у Дамелии сует, она на тот момент мне очень сильно нравилась, сейчас тоже, у нее необычный стиль, как раз таки мы продавали одежду под корейский стиль, у нас прям middle сегмент для тех девушек, которые любят красиво одеваться, но в корейском стиле, но при этом за недорого. Она нам сказала, что реклама стоит 80 тысяч тенге, я тогда не зарабатывала так много, возможно месяц я зарабатывала там 100 тысяч тенге, для меня 80 тысяч тенге было много, но она согласилась на бартер, я ей отправила очень-очень много вещей, она сделала прям классную рекламу, она прям показала на себе и так далее, после нее в августе в 2019 году был бум. Сколько вы заработали? 500 тысяч тенге после ее рекламы, 500 тысяч тенге, и я поняла, а это работает, да. В сентябре я уже заказала у Хасен Гульсизам, мне понравилась именно ее внешность, ее стиль. Сколько у нее тогда стоила реклама? У нее тоже было 80 тысяч тенге, но она тоже была согласна на бартер, для меня это очень выгодно, я заказала, после нее я заработала, то есть тут еще подписчики Дамелий, тут подписчики Хасен Гульсизам, я заработала свой первый миллион в сентябре, это все на дропшиппинге, без вложений. Это сентябрь 2019 года? Это ваша какая по счету квартира? По счету это третья квартира. Третья квартира? А на первую квартиру вы заработали в 2020 году, да? Да, во время карантина заработали за полгода, да. То есть за полгода можно заработать на квартиру в Астане? Да, еще и машину. Еще и машину, внизу у вас новый Лексус стоит, Покажем его тоже? Обязательно. Слушайте, а как это? Вот вроде, вы знаете, люди сейчас смотрят, не могут не поверить. На самом деле, это реализуемая граница, только в голове же, если вы зайдете в мир бизнеса, то уже пути будут раскрываться. Но главное, это знаете, не бросать на полпути и все. В 2020 году, очень много людей, очень много людей просили помощи от государства, там 42 500, там помощь бизнесу, какие-то льготы, кредиты списывались, да. То есть у вас такой потребности не было, вы наоборот заработали. Да, ну, говорят, что каждая проблема, хоть в стране, хоть в личной жизни, это для кого-то возможность заработать. Вероятно, это возможность и шанс был для нас. То есть пандемия для вас стала толчком для развития? Верно, потому что все люди сидели дома, у нас был как раз таки интернет-магазин, который закрывал же эти потребности. Тем более, это была расценка, если сравнительно с другими, то намного дешевле. Поэтому люди хотели у нас покупать, а мы эту потребность закрывали, тем самым заработали. Ну вот, Саят, сейчас вы работаете в таком же режиме, как вы работали в 2020-2021 году, когда вы зарабатывали на свой капитал? То есть сейчас вы уже не пашите, как раньше? Нет, сейчас уже мы делегируем многие дела, но уже надо понимать, что каждый раз уровень растет. И мы уже перешли этот момент, когда-то работали только на заказ, со склада, отправляли клиентов сами. Сейчас у нас огромная команда, целая команда, которая работает на нас. И сейчас уже мы перешли на другой уровень, мы сейчас занимаемся немножко иными проектами. Мы сами жили на Р-Батчем, поэтому нам прям необходима была машина, потому что у нас каждый день доставки, мы развозили сами клиентам заказы, плюс у нас очень много было заказов по Казахстану. Мы отвозили через почту, и для нас прям первая цель была машина. В ноябре мы уже закрыли эту потребность. Конечно, дальше хотелось больше, я уже уволилась с основной работы, муж параллельно совмещал работу в Казахмусе. В декабре я уже полностью уволилась. Обычно в декабре, в конце декабря, границы с Китаем закрываются, потому что у них идет Новый год. Получается, январь, февраль, я сидела без работы, а дальше у нас уже карантин. Никто об этом не говорил, мы даже не знали. Получается, 4 месяца, почти до апреля, я сидела без работы. Не было товара. Не было товара, не было заказов, ничего. То есть, это первый факап в моем бизнесе. Я 4 месяца просто осталась без дохода, слава богу. И плюс вы еще уволились. Да, уволилась. Я, получается, была дома, я керен, да, и вся эта бутовуха меня полностью измотала. Я искала все возможные пути заработка. Но я понимала, что товарка мне очень сильно нравится. Я искала разные логистические компании, которые доставляют. Вот в апреле... Каким-то образом маски же доставляли. Да, я поэтому искала. В апреле, нет, в конце марта даже, я нашла логистическую компанию, которую отправляли через ЖД. Было намного дольше, не 3 недели, а уже 40 дней. Но все равно я говорила аудитории, как есть, я говорила, ребята, если вы готовы ждать 40 дней, то я принимаю заказы. К удивлению, в марте люди начали прям со скорости света заказывать. Плюс у меня хорошо развитая интуиция. Я до этого подготовила всех блогеров, заплатила им. Заранее? Да, заранее. И сказала, если что, вы сделаете мне рекламу тогда, когда это мне нужно. Я об этом договорилась в декабре. Я даже не знала, что такая ситуация будет. Но в апреле ни у кого не было одежды, ни заказов, ничего. Зато у меня были блогеры, которые сказали, что у меня можно заказать. И вот, к удивлению, в марте все были согласны на то, чтобы ждать 40 дней, потому что никто никуда не выходил. И у меня заказали рекордное количество людей. Сколько это было человек? В апреле, я человек точно не помню, но я помню чистую прибыль. За апрель мы заработали первые 5 миллионов тенге. Это апрель 2020 года? Да, в мае мы заработали чистыми 10 миллионов. Я думала, только мой повар Индира заработала в марте и в апреле 2020 года 15-15, в общем, 30 миллионов тенге. Она продавала через Telegram рецепты, видеорецепты. То есть на карантине не все нуждались в 42 500? Да, на самом деле карантин дал мне возможность сделать прям скачок в бизнесе. В мае мы заработали 10 миллионов тенге. Нужно отметить, что мы работали 2-4 на 7. Я даже не успевала понимать, что я заработала деньги. Я это не успевала ни на что тратить, либо думать, что мне надо купить, потому что до 4 утра я, мой муж, его, получается, родной братишка, мы втроем возле дома просто работали, обрабатывали заказы. В 8 утра мы вставали, в 9 утра мы выезжали на почту. И вот так прошли несколько месяцев. В июне мы понимаем, что мы собрали там 23 миллиона. И мы с мужем уже думаем о дальнейшем. И я предлагаю, давай мы с тобой переедем в Астану. Конечно, он мужчина, он не хочет оставлять свою семью, но в то же время у меня вот золотые родители мужа, они нам сказали добро, потому что у вас сейчас прям такой момент в бизнесе, что у вас идет хороший скачок, можете переезжать. Я недавно была в Жизгане, рассказывала как раз про ваш кейс, что наша землячка, я же сама в Жизгане тоже жила, вместе с супругом вышла, скажем, на рынок. Сначала Жизгазганский, да, мне сказали, что там деньги есть, но нет вот этого, скажем, такого движника. И вы просто, так сказать, обеспечили рынок новыми интересными товарами, заработали и уехали покорять столицу. И многие вот про вас знают. То есть вы понимаете, да, что вы для кого-то сейчас ролевая модель? Да, понимаю. В Жизгане вообще моя начальная аудитория, и я реально ценю это. Действительно, это была поддержка, потому что в Жизгане у нас есть деньги, вы это прекрасно знаете. Но, к сожалению, у нас нет развития. То есть у людей есть потребность, но никто это не закрывает. Поэтому для бизнесменов, для людей, которые только начинают, это прям идеальный город, где есть огромная поддержка. И люди Жизгазгана во многом мне пишут о том, что вы про меня рассказали, мне это было приятно, они отправляли в моменте мне фотографии. И я увидела, что... Это вдохновляющая история. Да, и они то, что знают и вас, знают и меня. Это для меня огромный стимул, чтобы расти и дальше. Вы сейчас в этой квартире живете. Это ваша третья квартира, но вы ее, так понимаю, будете продавать. Вообще планируем так. А те предыдущие две где? То есть вы, получается, первую квартиру продали, заработали еще чуть-чуть денег, купили еще две, да? На самом деле нет. Три квартиры у нас в моменте были. То есть первую квартиру мы купили, вторую квартиру тоже купили. Мы там жили в первой квартире. Потом у нас получилось так, что мы заработали еще деньги, и мы купили третью квартиру. А первую продали не чтобы купить новую квартиру, а просто чтобы развивать бизнес. Мы же сейчас пробуем себя в недвижимости, поэтому сейчас еще хотим попробовать. То есть эту квартиру вы скоро тоже выставите на продажу? Вообще планируем так, но это после того, как мы переедем во вторую квартиру. То есть вам несложно, да? Вот так вот, допустим, сделали ремонт, заехали в эту квартиру, немного пожили, продали и заново. То есть вы не боитесь вот таких вот тяжелых условий, да? То есть там... Жаспыз ғой, да? Касыр жаспыз бізде энергия жетет. Сондықтан, өмірдің берген барлық возможностарына, біз үлгеріп қалғымыз келет. Сондықтан, бір жерде, жылы жерде отырғаннан көрі, арық шан, арық жоғар қырай жетелеген дұрсы болай. Бұл ға шакқа жоспарлардықалай жасайсыз? Негзық бізнесмендіра, татарға алдыға біз жылға стратегия болгариктеп. Усан көбіл әнәтемен, но недавно пришла к выводу, что 5 лет назад я себя вспоминаю, и для меня было потолком, чтобы я где-то в хорошем месте просто работала. И сейчас у меня нет определенной стратегии, но я точно знаю, как двигаться на год. Мне вот интересно, как вы саятам это обсуждаете? Вот за этим, наверное, за кухонным столом. Да. Вы садитесь и стройте свои наполеоновские планы. Да. Вообще мы легкий нападем. То есть ко мне, если приходит идея, мы сразу это обсуждаем в тот же день. У нас есть вот хорошая черта, что мы это не откладываем. Мы с ним сидим. То есть вы идите действия, сразу действуете. Да. У нас нет времени подумать, мы сидим, обсуждаем. На следующий день вы сразу начинаете работать. Да, верно. На следующий день сразу начинаем реализовать. Если у нас есть на это капитал, то почему бы и нет? У вас есть онлайн-курс, как заработать на Wildberries? Правильное обучение по бизнесу. Там есть и Китай, и Турция, и Wildberries. То есть можно делать бизнес с Китаем. То есть как вы, да, на каком-то сайте заказывать одежду, и через две недели эта одежда будет в Казахстане. Также в Турции. Я вот, кстати, была на этих оптовых рынках. Но это не рынки, это магазины, да, там условно одна рубашка, ты покупаешь там целую линейку, да, или футболка, ты покупаешь целую линейку. И на Wildberries, да? То есть как продавать. Но я, честно говоря, скажу честно, я разочарована Wildberries, потому что мы выставили туда свою одежду, и в итоге половина одежды вернулась, половина застряла на каких-то складах, и мы не можем до сих пор ее забрать. И денег мы так и не увидели. Честно, вот это мое мнение. Многие люди так считают, потому что, извините, конечно, но перед тем, как зайти на Wildberries, я думаю, что все-таки нужно обучиться. Потому что я сразу своим ученикам говорю, с одеждой на Wildberries лучше не заходить. Почему? Потому что очень низкий процент выкупа, плюс то, что... То есть люди заказывают, примеряют, не понравилось, отправляют назад. Да, отправляют назад, плюс теряется товарный вид. Вообще процент выкупа на одежду составляет где-то 10-12 процентов. То есть у вас заказали 10 человек, из них купил только один. И то вот эти 9 у вас потеряли товарный вид, и плюс к этому вы каждый раз будете оплачивать на логистику. Да, еще и хранение ты оплачиваешь. Да, за хранение. В общем, я разочаровалась и решила, что с Wildberries мы ушли. Ну, это преждевременные, наверное, выводы. Ну, что хорошо на Wildberries продается? Вообще продается все хорошо, даже женская одежда хорошо продается, но лучше зайти это тем, кто мировые гиганты. Например, там, бренд Твоё, да, Манго и так далее. Но если вы тот человек, который только начинает, лучше проанализировать нишу. Например, какие-то специфические товары с классным УТП, то есть уникальные торговые предложения, например, зоотовары, да, товары для дома, а именно конкретно нужно проанализировать и выходить с такими товарами. Ну, плюс там есть еще стратегия по маркетингу. Вы тоже торгуете на Wildberries? Да, торгуете. Чем торгуете? Прямо раскрыть конкретную нишу я не хочу, потому что выбор ниши очень сложный. На Wildberries… Слушайте, ну, ко мне кто на интервью приходит, все делятся всеми секретами. Смотрите, на Wildberries аналитика занимает очень много времени, и каждый раз на Wildberries растут поставщики. И чтобы проанализировать нишу и зайти на эту нишу, у меня это занимает очень много времени и денег. Но я заметила, что у меня в рекомендациях в ТикТоке, в Рилсах выходит видео, и после этого на эту нишу идет наплыв. У меня видео залетали, я в ТикТоке об этом рассказывала. Ну, наверное, не только я на это повлияла, но я поняла через два месяца, кажется, что ниша вообще переполнена. Оттуда нужно уходить как можно быстрее. В общем, от сумок вы перешли… На товары для дома, а конкретно, по идее, это ближе к текстилю, но конкретно ключевой запрос лучше не буду раскрывать. Сколько вам приносит Wildberries? Чисто мне приносит в месяц где-то 3 миллиона, потому что на Wildberries очень много расходов, таких как логистика, процент комиссии и так далее. Но там нестабильный доход. Максимально Wildberries мне принес 7 миллионов, а сейчас в среднем 3-4. Но я собираюсь еще масштабироваться там, туда, чтобы зайти, грамотно зайти, лучше иметь партнеров. Недавно заблокировали вашу страницу, именно бизнес-страницу. Да. Для современного бизнесмена потеря аккаунта, где тысячи подписчиков, у вас десятки тысяч подписчиков, ну это как потерять, я не знаю, там большую сумму денег. Это действительно так. У нас продажи упали в 10 раз, если мы раньше в день продавали на 800 тысяч тенге. В день? Да, на 800, на 500 тысяч тенге, это в среднем. Мы на этот раз даже не продаем на 50 тысяч тенге, потому что оффлайн-точка – это не наш основной трафик, тем более Астана – это не наш основной трафик. Как я ранее говорила, я бизнес развивала и в Жасказгане, и через блогеров, которые живут в разных городах. У нас основной трафик был с Инстаграма, и потери Инстаграма на меня повлияло очень плохо. Я даже расстроилась, я даже задумываюсь закрыть проект, потому что я вкладывала на это 3 года жизни. Это очень много денег, это большой труд. И сейчас я даже думаю, что могу ли я быть такой же сильной, как была 3 года назад. И да, действительно, сейчас мы проживаем большой пока в бизнесе. Для меня это трудно, но я в любом случае знаю, что у меня не отнять мой опыт. Как получилось, что вы лишились страницы? Прошли по какой-то ссылке? Нет, на самом деле нас заблокировал сам Инстаграм. Иногда такое бывает. Вы, наверное, часто встречали в Инстаграме, что у многих такое случилось. Нас заблокировали из-за таргета неправильного. У нас одна сумка была похожей на бренд, хотя там ноунейм, нет никакой названия. Из-за этого у нас причину написали контрафактные товары. А когда так пишут, почти страницу вообще не восстановить. Восстановить невозможно. Да. Я написала, я обратилась к 10, даже больше 10 программистов со всех СНГ, не знаю, со всех стран. Они все сказали, что, к сожалению, восстановить или помочь мы вам не можем. Как вы пережили этот момент? Я еще проживаю этот момент, я еще до конца не приняла это. Но у вас есть своя страница, на которой вы тоже можете вести продажи. На самом деле да, поэтому и личный бренд «Наверная сила». Потому что недавно у нас были сезонные скидки, людей было очень много. Это только с моего основного аккаунта. Поэтому я уверена, что в любом случае… Сколько людей подписано сегодня на Инстаграм Айкерим Шахман? 64 тысяч подписчиков, и они собрались за последние полгода. Не надо страдать по поводу потери бизнес-аккаунта. У вас есть своя аудитория, которая, по большому счету, придет в новый аккаунт. Уже пришла, наверное, да? Да, пришла. Откуда такая страсть к бизнесу? Потому что в вашем возрасте молодежь стремится получить второе образование, кто-то до сих пор учится. А вы вот прямо в бизнесе. Я люблю деньги. Не то, что деньги, чтобы иметь роскошь, а деньги, чтобы… А именно за то, что дает мне такую возможность и путешествовать, и помогать, и не отказывать себе ни в чем. Я вообще с детства, наверное, была так воспитана. Я всегда представляла, что я богатая. Не знаю, как это прозвучит, но я всегда считала, что я вот выросла, я богатая, у меня берут интервью, и сейчас я проживаю этот момент. Наверное, все идет с мышления, да? Я всегда себе говорила, что я такая. Для меня важно, чтобы люди вокруг меня, это мои близкие, имели возможность жить в комфорте. Расскажите про своего супруга, потому что вы же вместе делаете бизнес. Мы с ним поженились, когда мне было 21. На самом деле я сразу, получается, закончила университет, вышла замуж. Мне многие говорили, что это очень рано, надо поработать и так далее. Но это был самый удачный момент в моей жизни, потому что начался новый этап. Мы с мужем, как поженились, сразу перешли на новый уровень. Мы начали думать, как развиваться дальше, как иметь свою квартиру, машину и так далее. Он тот человек, который поддерживает меня во всем. У меня были провалы в бизнесе и так далее, но он всегда поддерживал. И тогда, когда мы принимали на заказ товары, он еще работая в Казахмысе, а вы, наверное, знаете, что в Казахмысе работать нелегко, он работал в промышленности, приходил с работы, дальше со мной разбирал эти коробки, бесконечные коробки. Там было не 100 килограмм товара, а уже 500-800 килограмм товара. И мы с ним до утра разбирали, дальше он еще уходил на работу. Ну, то есть я ему безумно благодарна. У нас идет совместный рост, у нас нет такого, что ты главная в семье или я главная. Вот такие... Партнерские взаимоотношения. Да. Какие-то устаревшие устои у нас такого нет. У нас все... Вы ровесники? Ему 26, мне 24. Слушайте, но не каждый молодой человек может купить себе в 24, ну даже в 26, да, квартиру. Да, действительно, сейчас... То есть вы не ждали, что вам купят родители квартиру, вот мы будем жить отдельно, потом они нам машину подарят. Мы изначально трезво оценивали свою ситуацию. У нас родители, они среднестатическая семья, да, у нас. И мы трезво оценивали, что сейчас наша возможность. Мы должны, наоборот, давать родителям возможность, чтобы стареть в комфорте и так далее. Поэтому мы с ними решили, что будем заниматься товарным бизнесом. Но прошли года, да, мы уже более взрослые, у нас растет бизнес, масштабы, команда. Сейчас у каждого, у него тоже есть свое направление в бизнесе, у меня тоже есть. Вы сказали, что вы не учились бизнесу. Да. Сейчас не чувствуете, что все-таки, да, ты в бизнесе, да, у тебя оборот компании, там, 40 миллионов тенге, но что все-таки знания нужны? Знания нужны, да. Сейчас я периодически прохожу консультации, но на самом деле я практик. Обучаться долго, я чему-то не могу, я тот человек, у меня есть такое качество. Не то, что восхваливаю себя, я просто о чем-то задумываюсь, придумываю какой-то проект, просто беру и делаю. То есть вы человек в действии? Да. Здесь у вас трехкомнатная, да, квартира? Это двухкомнатная. А, двухкомнатная? Да. Такое ощущение, как будто она большая. Сколько здесь квадратов? Здесь 52, кажется. 52 квадрата? Слушайте, такое ощущение, как будто это огромная квартира, да? Малышки нет дома сегодня? Да, она в садике. Ну, у вас как-то не обжито, почему? Потому что мы переехали всего месяц назад, до этого мы жили в первой квартире, сюда мы переехали недавно, все еще обустраиваемся, поэтому, мне кажется, так пусто выглядит. А сколько времени ушло на ремонт? На ремонт примерно два месяца, да. То есть купили квартиру, два месяца ремонт, сколько вы планируете здесь пожить? Ну, в общем, у вас есть идея коптермасса, да? Да, сколько? То есть весной вы уже будете съезжать? Поэтому вы не будете ее прямо так обустраивать? Да, не планируем обустраивать, а вообще уже готовимся на ремонт к той квартире. А о чем мечтаете? Вообще я мечтаю о спокойной жизни с ребенком, я мечтаю вообще, вообще я мечтаю о многом, но на данный момент я устала от своего же ритма. На той квартире вообще хочу немножко пожить, поэтому сейчас вкладываем большую сумму на ремонт. Вы думаете, что дорогой ремонт остановит вас? Нет, мы все время работаем. А вы не боитесь, что вы же сейчас на волне? То есть вы сейчас поймали, можно сказать, удачу за хвост Что через какое-то время вы можете эту волну потерять Как раз-таки недавно мне одна подписчица задавала этот вопрос Она говорила, что бывают люди, которые быстро хайпятся и быстро угасают Но я этого не боюсь, потому что я считаю, что я достаточно умная на свой возраст И в любой ситуации я найду решение Главное, чтобы, как я ранее говорила, чтобы мы были здоровы А вас не обижают то, что вам говорят, что вы хайпуете, что условно бизнес вы делаете на хайпе? Говорят, у меня инстаграм про деньги, поэтому у меня негатива очень много Но в любом случае я еще получаю такие сообщения, где пишут, что благодаря вам я вышла из зоны комфорта Начала что-то делать, и таких сообщений куча Я понимаю, что я делаю, наоборот, мир лучше Я даю возможность людям понять, что все в наших руках Поэтому меня вообще не огорчают такие комментарии Я впервые в своей жизни вижу 24-летнюю девушку, которая четко знает, чего она хочет И которая зарабатывает миллионы тенге в месяц Я всегда свои цели обозначаю датой и временем и цифрами Поэтому я думаю, скоро... Они у вас где-то развешаны по дому? У меня всегда с собой блокнот, по дому не развешиваю Я не хочу, чтобы на это каждый день смотрели, но я имею четкий дедлайн И четко я всегда достигаю того, что хочу Но миллион долларов я не знаю, возможно, через год С мужем помимо бизнеса что обсуждаете? Мы всегда обсуждаем саморазвитие В последнее время нам очень интересная тема – это духовный рост Не в плане денег, мы хотим еще быть по жизни хорошими людьми Мы недавно сетели в Африку, только неделю назад прилетели оттуда Мы провели там 10 дней За эти 10 дней у нас полностью поменялось наше мышление За эти 10 дней мы получили те эмоции, которых не получали никогда Многие в Инстаграме особенно осуждают меня Зачем я туда поехала, когда я из Казахстана, когда я из Турции или Мальдивы На самом деле первая миссия того, что мы поехали – это путешествие и увидеть мир Второе – я хотела просто увидеть те лица, которые просто счастливы Не имея никакой роскоши В целом мы хотели немножко приземлиться, и поэтому решили туда поехать Расскажите о своей дочке Ребенок – мое благословение Вообще, особо было мне не списываю тяжуары Потому что, когда я только узнала, что я беременна, у меня пошел скачок в бизнесе Когда я родила, у меня пошел скачок в блоге И сейчас всегда она находится рядом, все удивляются, что с ребенком уже тяжело Работать, тем более в бизнесе Но, слава Богу, сейчас она уже ходит в сад, ей полтора года, ее зовут Мира Не рано вы отправили ребенка в садик? Думаю, нет, потому что она полностью нас понимает Ну, конечно, бывают капризы, которые присущи всем детям Но в целом мне с ребенком комфортно, я всегда чувствую мотивацию Поэтому я безгранично благодарна, что в своем возрасте я имею и бизнес, и ребенка И при этом совмещаю Вообще, говорят, очень сильно на людей влияет среда То есть вот ваши друзья семейные, это тоже люди из бизнеса? У нас очень мало друзей, потому что мы очень много работали Плюс вообще родом мы же из Жасказгана Тут у нас нету ни родственников Все наши родители живут в Жасказгане, все наши друзья там живут Вот, в основном сейчас, в последнее время я очень часто знакомлюсь с предпринимателями Особенно влияет блог на мое развитие, на наше развитие Что больше всего набирает просмотров, откликов, комментариев, дает фидбэк в вашем блоге? Тема денег, тема денег всем интересна, особенно, когда затрагиваешь цифры Это своего рода, возможно, и хайп, но это дает жесткую мотивацию То есть вы снимаете видео, я заработала в этом месяце 43 миллиона тенге? Так не делаю, но я делаю, возможно ли заработать 1 миллион тенге? Нет, правильнее, возможно ли продать на 1 миллион тенге только через Инстаграм Типа такие ролики делаю, чтобы люди, которые имеют бизнес, вдохновлялись Сколько максимальное количество просмотров у вас было в Инстаграм и в ТикТоке? В Инстаграме 3 миллиона просмотров в Рилсах Обычно мои видео часто набирают миллион просмотров На той неделе видео с мужем залетело на 1 миллион просмотров В ТикТоке тоже 1 миллион просмотров максимально Вы умеете анализировать, я поняла Я думаю, что ваш успех, наверное, вот именно благодаря вашему аналитическому складу ума Что хочет Инстаграм? Вообще в Рилсах то же самое, как и в бизнесе, существует аналитика И тут я как раз-таки тоже анализирую Я анализирую и в Ютубе, и в ТикТоке, и в Рилсах анализирую Вообще социальные сети заключаются именно в аналитике Я понимаю, что можно иметь миллионный аккаунт, но при этом вообще не зарабатывать Либо зарабатывать там максимум 1 миллион тень Но при этом можно еще иметь аккаунт, где ваша целевая аудитория На них можно зарабатывать намного больше И что нужно делать с этой аудиторией? Вообще целевая аудитория заинтересованная конкретно в бизнесе Поэтому я им рассказываю полезный контент Плюс я показываю то, что я точно такая же, как они Чтобы мы были близки Я показываю, что у меня есть ребенок, что у меня есть муж Я с маленького городка, и я все успеваю Самое главное, что от меня хочет аудитория, это мотивация Вот, поэтому нужно почаще снимать Рилс Тем более сейчас, когда Рилсы актуальны Почаще делать полезный контент Но при этом обязательно совмещать это с лайфом Чтобы у вас не обрывалась связь с аудиторией Шикарный, роскошный Лексус Во сколько он вам обошелся? 47 миллионов 47 миллионов тиген, то есть он не новенький, я так понимаю, да? Да, не новый Айкирин, почему для вас важно было купить именно Лексус? Можно же было купить еще одну квартиру? Это моя детская мечта Я всегда говорила, почему у нас в семье нет такого большого джипа Я всегда мечтала, я хочу просто закрыть эту потребность То есть вы сейчас закрываете гешталь, да, получается? Да На самом деле это не первая потребность человека, я понимаю, но все равно хотелось Каждый раз мотивация Сейчас видите, даже приобретая там автомобиль, по сути ты создаешь контент, да? Ну вы что, будете, поедете немного на этом Лексусе, потом продадите его? Ну это точно неизвестно, даже если я продам, я думаю, что найду более удобную машину То есть сейчас вы просто хотите почувствовать, что такое Лексус? Да, хочу И как ощущения совет? Ну очень классно Знаете, хорошему быстро привыкаешь Да А что сейчас приносит больше всего дохода? Ну нужно понимать, что все равно рентабельность у инфопродуктов, она высокая Я запуски делаю не каждый месяц, но при этом, если я делаю обучение, то я зарабатываю на обучение намного больше Но нужно понимать, что это не ежемесячный доход Возможно, я буду делать запуски каждые два месяца, возможно и три Но если так посмотреть, основной доход мне всегда приносил именно магазин Айша Утлет Вот я заметила, что, как правило, вот самый первый бизнес, он самый фартовый, да Человеку приносит по большому счету первый миллион, его первый бизнес Но потом человеку мало, он начинает оглядываться по сторонам, смотреть, какие еще ниши существуют И он начинает свое внимание, да, то есть у него такой расфокус получается, да То есть он сюда смотрит, сюда смотрит И вот его первый бизнес начинает страдать, потому что меньше внимания он получает Вот сейчас ваш торговый бизнес нормально развивается? Такой момент, наверное, бывает у каждого предпринимателя Я помню, помимо Айша Утлет, я же в Айша Утлете работаю именно с Китаем Я еще создавала второе направление, это Айша Утлет Турки Та же самая схема, без денег, без ничего Я принимала заказы на обувь с Турции Тут маржа намного выше, с каждой парой обуви я видела примерно 20 тысяч сенге Для меня это прям крутая сумма, потому что в Китае, чтобы заработать 20 тысяч сенге Я должна продать как минимум 8 сумок, да Вот, но тогда у меня действительно получился расфокус Если совокупно в Айша Утлете я зарабатывала 10 миллионов Тут я заработала 1 миллион сенге Хотя если бы я только занималась Айша Утлетом, я бы зарабатывала намного выше Поэтому я просто оставила второй проект Я закрыла, я решила, чтобы такого расфокуса не было, заниматься Айша Утлетом Ну то есть тут изначально не был правильный подход Почему? Потому что мой бизнес страдал из-за того, что я не автоматизировала То есть у меня не было команды, у меня не было сотрудников И я хотела еще заниматься другим бизнесом, лишь бы заработать больше денег Но это было неправильно, зато на ошибках учиться После этого я пришла к тому, чтобы делегировать моменты именно в Айша Утлете А потом переходить на другую нишу Айки Рим, вас слушаешь, кажется, что все так легко, да? Вот вы вышли замуж, тут решили сможем заняться бизнесом, да? Зашли на какой-то китайский сайт, да? На самом деле я примерно представляю, что там на китайском сайте заказал, да? Потом сидишь и думаешь, так, придет товарение, знаете? Потом может тебя ждать ожидание реальность, да? То есть там условно ты ждешь какой-то красивый жакет Придет вообще там, не знаю, что-то похожее на жакет, да? То есть у вас были случаи, когда вы просто теряли деньги? Да, конечно, были Бизнес – это риск, к этому нужно быть готовым Можно примеры конкретные? Я во время карантина заказала 500 килограмм товара Это все заказы Вы в килограммах, да, считаете? Да, в килограммах И так вот 10 рубашек, 100 там свитеров Я заказала миллион килограммов товара Потом мы с мужем это все разгребали Да, я заказала Получается, это был момент карантина, тяжелая доставка И это все заказы клиента То есть я уже, они мне уже заплатили Но заказ так и не пришел Мы ждем месяц Я успокаиваю клиента Ждем второй месяц Проходит третий месяц Товара так и нет Я сделала всем возврат Совокупно это, наверное, предоплата Где-то на миллион, миллион-полтора И куда еще ваш товар? К сожалению, бывают недобросовестные логистические компании И да, мой товар потерялся На миллион тенге? Да, на миллион тенге Но в бизнесе нужно быть всегда шустрым Надо уметь выбирать, с кем вы сотрудничаете и работаете К сожалению, на тот момент это я только начинала У меня были такие ошибки Сейчас у вас надежные, да, логистические компании? Да, надежные Надежные сайты Вот китайские сайты, они не обманывают? Вообще, китайцы это те люди, которые намного, намного лучше, справедливее нас Порядочные? Порядочные, да Потому что они, если что-то заявляют, они это делают Мы делали и под заказ, то есть на мой дизайн какой-то товар То есть это не то, что висит в интернете, да Мы с ними просто обсуждали через переписку, например, такая длина, такой материал и так далее И они мне это сделали безупречно Прям классно сделали, хотя мы договаривались только в переписке Поэтому работу с Китаем просто надо изучить Это вы на каком языке с ними переписываете? Мы с ними переписываем всегда на китайском Мы просто говорим, что мы используем переводчик, поэтому они используют базовые слова То есть вы ведете бизнес через гугл-переводчик? На самом деле, да Если так посмотреть, да И они то же самое? Они отвечают на своем китайском, потом вы опять в гугл-переводчик? То есть и для вас это норм? Для меня это норм, самое главное Вы уже начали учить китайский? Нет, к сожалению Почему? Не знаю, просто пока что у меня на это времени нет, но вообще в будущем, когда я... Слушайте, вы уже столько лет сотрудничаете с Китаем, уже пора учить язык Да, буду О чем вы мечтаете? На самом деле, в последнее время я не мечтаю о деньгах прям сильно Потому что все базовые потребности мы закрыли Денег, конечно, много не бывает Потому что деньги — это инструмент Я об этом еще обсуждала в блоге То, что деньги дают нам возможность помогать, совершать благие дела Сейчас я мечтаю, во-первых, путешествовать Во-вторых, больше помогать и больше приносить пользу То же самое мой блог заключается в том, чтобы мотивировать людей Помимо Африки, где вы еще были? Мы были на Мальдивы, мы были в Эмиратах, мы были в Турции Сейчас планируем отвезти туда родителей, на Мальдивы где-то О какой стране мечтаете? Я мечтаю поехать в Америку На самом деле, это можно сделать, конечно Но перед этим у меня стоит цель выучить английский язык на разговорном уровне Потому что, к сожалению, я не учила до этого английский Когда была в Африке, я поняла, что нужно учить Вы же с Ганн, с супругом вы уже не вернетесь? Не вернемся, но у нас там живут родители Поэтому периодически, каждые 2-3 месяца мы обываем там То есть бизнес невозможно делать в таких маленьких городах? Почему? По идее Жасказган имеет народ, у которых есть деньги В Жасказгане можно делать любой бизнес Потому что хромает и контент, хромает и сервис Поэтому в Жасказгане можно делать хорошие деньги Но вы решили покорять столицу? Да, решили покорять столицу, да Потому что я училась тут 4 года Я привыкла к такому ритму И я хотела, мой муж тоже хотел, чтобы наш ребенок в будущем рос в таком городе Но я ни в коем случае не говорю, что Жасказган плохо Я выросла там, у меня очень хорошие друзья У меня родители там Я люблю всем сердцем этот город Но не каждая молодая семья может вот так вот приехать в столицу И купить себе квартиру сами Вот этим вы можете точно гордиться Зачем вам личный бренд? Личный бренд сейчас в 21 веке, особенно в последние годы Показал нам, что это качает Какой бы я бизнес не строила За мной есть, я уверена, что за мной есть моя аудитория Которая всегда меня поддержит Личный бренд в первую очередь влияет на мою самооценку Личный бренд это сила Сейчас даже под каждым бизнесом не стоит какой-то блогер Сейчас стоит предприниматель Поэтому для меня это было важно Как раз полгода назад, в январе, я как раз таки решила Что буду этим заниматься этот год И да, у меня это более-менее хорошо получается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова